Приветствую всех подписчиков на моем канале. Сегодняшний видеообзор будет посвящен установке секретной кнопки на автомобиль ZAS Vida. Параллельно с секретной кнопкой я буду устанавливать сигнализацию шериф 1070. Так как я параллельно устанавливаю сигнализацию, то возможно в видео будут мелькать дополнительные провода, не связанные с установкой секретной кнопки. Сегодня с клиентом мы обсудили варианты установки секретной кнопки. Клиенту понравился вариант реализации кнопки на ремень безопасности. То есть, пока не пристегнешься, либо не сунешь заглушку в защелку ремня безопасности, автомобиль заводиться не будет. У меня уже есть заготовка, то есть, спаянные все провода, релюшка и есть небольшое количество полупроводниковых элементов. Вкратце расскажу, что здесь у меня напаяно. В основном это все навесной монтаж. Итак, друзья, вот мое чудо творение. Основано оно на релюшке, рассчитанном на 12 вольт и с двумя перемыкающимися группами контактов. Если так посмотреть, у нас есть вот 6 контактов и 2 на катушку. Тут у меня навесной монтаж, спаянные на основе отечественных транзисторов, ну и все, что было под рукой, добытые из всяких старых плат. По проводам, как обычно, два сереньких петля у меня. Это пойдет на блокировку, черно-красный это масса, красненький это пойдет на зажигание, включение зажигания и белый проводок будет подключаться к сигнальному проводу, который идет от контакта ремня безопасности. Транзисторная схема спаяна по принципу триггера Шмидта. Схемку я потом на листочке нарисую, что у меня здесь спаяно. В принципе, ничего сложного. Если у кого возможность доступа к вытравливанию плат, то можно все это сделать более аккуратно и красиво. Все это я аккуратно замотаю изолентой, провода скручу и разведу по автомобилю в нужном направлении. Сегодня я буду блокировать цепь катушки зажигания, поэтому провода на блокировку у меня будут выходить под капот. Все остальные провода будут подключаться в салоне автомобиля. Салон автомобиля я уже немного разобрал. Необходимый провод с ремня безопасности я уже нашел. Провод зажигания тоже найду, массу найду. Цепь блокировки уже нашел. Сейчас покажу, где будет находиться цепь блокировки у нас и какой провод я буду разрывать. Итак, ребята, вот наша катушка зажигания спаренная. К ней подходит всего три провода. Нужный нам провод, он находится по середине красного цвета. Здесь я, конечно, ничего разрывать не буду. Я так снял этот разъем, дабы прозвонить провод. А сам разрыв я буду делать в блоке предохранителей под капотом. Я его разобрал. Нужный провод, это вот он идет красного цвета на вот этой колодке. Провода я буду вытягивать через салон. Зайдут они у меня вот сюда, по вот этому жгуту. Зайдут вовнутрь коробочки и в самой коробочке я сделаю разрыв. Перекушу этот провод и будет там блокировка находиться. Сами провода будут выходить через резиновую заглушку. Вот протяжку я уже просунул. Итак, друзья, вот я переместился в салон автомобиля, чтобы показать вам провод, который идет от концевичка ремня безопасности. Вот он коричневый, с белой полосой. Приходит тут на серый разъем монтажной коробочки. Вот он пошел куда-то вверх. Как ни странно, я его на щитке прибора не нашел, то есть он заходит на какой-то блок. Какой, я точно еще не знаю. Дальше я его искать не буду. Буду к нему подключаться здесь. Это наш информационный провод, по которому у нас будут срабатывать наши реле, включаться. Провод зажигания я буду брать на блоке предохранителя на верхнем белом разъеме, расположен горизонтально. По цвету он в этом автомобиле салатовый, типа бирюзовый, с черной полосой. Второй контакт с левой стороны в верхнем ряду разъема. И массовый провод, это будет он скорее всего черного цвета. Ну, если вы его не найдете, то можно под какой-либо болт, массу подкрутить. Болтов тут вон хватает всяких разных, выбирайте любой, какой вам больше нравится. Можно даже под саморез. Все зависит от того, где будет располагаться наш блочок. Теперь можно приступить к размещению блочка и подключению проводов секретной кнопки. Вот, друзья, замотал свое изобретение. Вот такого плана я использовал реле на две группы перекидывающих контактов, коммутируемый ток 2 по 8 ампера. Каждая группа коммутирует 8 ампер. Это максимальный ток. Вот так выглядит с обратной стороны. Вот проводочек, который я припаял, серый я его раскусил, который я припаял на блокировку. Я решил не испытывать судьбу и воспользоваться дополнительным реле, которое буду размещать непосредственно в коробочке блока предохранителей под капотом. Вот такое автомобильное дополнительное реле на 5 контактов с коммутированным током до 30 ампер. Один из этих серых проводов буду соединять с массой и из салона я теперь буду вытягивать один провод на управление реле. То есть, на этом проводочке у меня будет появляться масса при включении реле. Эта масса будет попадать на катушку дополнительного реле, скажем, на белый проводок. Желтый я подключу на провод зажигания, на один из контактов красного провода, который я перекушу. Вместе с этим я черный примотаю туда же. То есть, два проводочка примотаются к одному концу красного провода и вот этот провод зеленый примотается ко второму концу красного провода. Средний зеленый я сейчас выму. Его в колодке не будет, он не используется. План есть и поменялся. То есть, я решил немножко удорожить конструкцию, ну и как бы увеличить надежность своей конструкции, схемы подключения. Вот я вам сказал, вот этот средний провод нам не нужен. Я беру обычное шило. Там есть язычок, который нужно загнуть и после того, как он загнется, этот контакт выпадет с колодки. Вот язычок, фиксатор, который держит контакт в колодке. Вот я его отогну, вот этим язычком он цепляется за пластиковый корпус и не выпадает с гнезда. Этот контакт нам сегодня не понадобится. Все, теперь я могу вот это так соединить. Дальше, вот это крепление металлическое, я его использовать тоже не буду, поэтому я его выму. Релюшки будут находиться в блоке предохранителей и нет необходимости в этой железяке, дабы она ничего там нигде не замкнула. Все, теперь приступаем к монтажу секретной кнопки. Так, ребята, секретную кнопку я устанавливаю параллельно с сигнализацией. В этом обзоре я процесс установки сигнализации освещать не буду, но так как провода пересекаются, где-то подключения делаются в одном и том же месте, поэтому, чтобы их не тянуть, в автомобиле не приматывать в одном и том же месте два провода, то соответствующее подключение я буду делать на проводах непосредственно с сигнализацией. Мне необходимо сейчас вот этих два проводочка подключить на массу, вот это подключить на зажигание. Этот проводочек у пойдет под капот вместе с проводами на сирену и концевик капота и вот этот пойдет на концевичок ремня безопасности. С сигнализацией у меня этот вот такой синий провод, он будет подключаться на зажигание. То есть к этому проводу я сейчас примотаю свой красный провод и на черный провод сигнализации я примотаю вот этих два провода своих. Этот провод примотаю к жгуту, который будет идти под капот, то есть сирена, концевик и масса. И все, и больше пересекаться они уже у меня не будут. Дальше все как по плану. Просто, чтобы не делать отдельную косичку для выхода одного провода от секретной кнопки, я этот кнопок запущу в эту же косу и все выйдет под капот в одной косе. Продолжаю делать соответствующее подключение, дальше покажу и расскажу, что и где как. И вот мой блочок. Все провода от секретки вплел в жгут сигнализации, сделал в жгуте подключение к зажиганию и массе. Провод блокировки от секретки, я вплел в жгут, который выходит вместе на сирену и на концевик. Вот этот провод голубо-желтый, это идет у меня с секретной кнопки на реле блокировки. Блокировка, еще раз повторюсь, будет под капотом. То есть основные жгуты я сплел, теперь перемещаюсь в салон, размещаю сигнализацию и секретную кнопку в салоне автомобиля. Оставил такое расстояние от секретки для того, чтобы немного развести в разные стороны блок сигнализации и саму секретную кнопочку. Так, друзья, я вытянул провода под капот. Вот проводок, который будет у меня идти на реле блокировки, который я размещу вот здесь под блоком предохранителей. Сейчас я этот провод соединю с белым проводом, скажем. Потом здесь у меня в этом разъеме, вот этот красный провод меня интересует. Я его сейчас перекушу и к этому верхнему концу провода я примотаю желтый и черный провод. А тот, который пойдет у меня туда, в сторону мотора, я примотаю зеленый провод. Вот есть первое соединение, белый провод. Делаю его на скрутку, не запаиваю. Для удобства монтажа я сейчас откручу этот разъемчик и откину блок предохранителей в сторону. Так будет удобнее работать. Головочка на 7 подходит. Будем выкручивать этот разъемчик. Вот так будет намного удобней. В этой нише у меня будет располагаться реле, но ничему мешать не будет. Здесь еще немножко освобожу провода от изоленты. И вот мой красный проводок. Я его теперь раскусил. И дальше, как я вам говорил, желтый и черный будут сматываться вместе и пойдет на вот этот проводок. Это соединение я пропаяю. Так, и зеленый пойдет к этому проводу. Так, это тоже пропаяется. Включаем паяльник. Ждем пока он нагреется. Провода запаял. Теперь заматываю, изолирую их изолентой. Изоленту использую 3М-овскую черного цвета. Реле блокировки от секретной кнопки и провод у меня подключен. Блок предохранителей можно будет собрать, но соберу его чуть попозже после того, как проверю работоспособность секретной кнопки и блокировки двигателя. По размещению сигнализации и секретной кнопки. Сигнализация у меня разместилась на воздуховоде. Вот она находится. И секретную кнопку я пристяжил пластиковой стяжкой к части торпеды. Итак, ребята, что касается подключения секретной кнопки. Вот провод коричневый с белой полосой. Это провод с концевичка включения ремня безопасности. Я его буду подключать в разрыв. Буду ставить здесь вот такой диодик и провод белый, который идет у меня на секретку, прикручиваю к концу провода, который идет непосредственно на концевик ремня безопасности. Вот этот верхний пошел туда вверх через диод. Вот такая диодная развязка получилась. Провод зажигания от секретной кнопки я подсоединил к проводу сигнализации. Это синий толстый провод, который должен был подключиться к проводу зажигания автомобиля. Зажигание автомобиля я подключил вот тут на салатовый с черной полосой на белом разъеме. Массовый провод от секретной кнопки я соединил с массовым проводом сигнализации, который подсоединил вот там под болт, клеммник под болтом. И один провод блокировки секретной кнопки я объединил жгут, выходящий под капот, соединился с жгутом сигнализации, в котором идут провода на сирену и на концевик капота. И один из проводов секретной кнопки у меня вышел вот сюда, вот к монтажному блоку, белый проводок, где поставил еще в разрыв дивудик. Так как я параллельно с секретной кнопкой устанавливаю еще сигнализацию, поэтому провода секретной кнопки я совместил с проводами сигнализации. Если вы будете просто устанавливать секретную кнопку, то просто тянете провода, ни с чем их не связывая. Но у меня сегодня, можно сказать, два устройства устанавливаясь на автомобиль, поэтому, чтобы не делать лишних проводов, ни тягать по автомобилю, я их, скажем так, укоротил, объединил и уменьшил их количество. Я вам говорил, что я буду использовать триггер Шмидта, но как показала практика, в этом автомобиле эта схема не заработала. Поэтому буду перепаивать схему в другом варианте. Будет обычное уже подключение, без всяких электронных компонентов, потому что почему-то в этом автомобиле оно не работает. Видимо, схема какая-то другая. Релюшка просто щелкает постоянно и машина не заводится. Схемку изменений по секретной кнопке опять-таки нарисую. Итак, друзья, вот наваял схемку на листке бумаги. Немножко опишу, что здесь чего обозначает. Вот это контакты концевика, расположенного в ремне безопасности. На него приходят два провода. Один черный, который соединен с массой и второй провод коричневый с белой полосой, который уходит куда-то в электронные блоки. Как помните, я в разрывы этого провода вставлял диод. Вот этот диод я нарисовал и вот дальше пошел вот этот провод в неизвестном направлении. Белый проводок, который я приматывал к этому концу провода, который я перекусил и где соединял белый провод и отрезок провода от диода. Этот провод у меня пошел на реле К1, то есть обмотка реле К1. Дальше провод зажигания. Это был зеленый, вернее салатовый с черной полосой провод на блоке предохранителей на белом горизонтальном разъеме. Этот провод пришел на второй контакт обмотки К1. Само реле с одной группой перекидывающихся контактов. Его контакты я использовал нормально замкнутые. Через нормальные замкнутые контакты сигнал зажигания попадает на обмотку реле К2. Второй контакт обмотки К2 соединен с массой. Второе реле К2 имеет две группы контактов К2-1 и К2-2. К2-2 один контакт соединен на массу, используются нормально разомкнутые контакты. Второй контакт уходит на реле блокировки, который расположен под капотом, в блоке предохранителей, который под капотом. Контакты К2-1 дублируют контакты реле К1-1, то есть параллельно соединены, но здесь используется нормально разомкнутый контакт. Когда у нас ремень безопасности не пристегнутый, у нас контакты замкнутые. Соответственно, здесь появляется сигнал минус. Этот минус приходит на контакт обмотки реле К1. При включении зажигания, здесь на одном контакте появился плюс, здесь у нас висит минус, контакты реле К1 размыкаются, вследствие чего на обмотку реле К2 плюсовой сигнал не приходит. Соответственно, контакты К2-2 не замыкаются и двигатель остается заблокированный, то есть не заводится. Если же вставить ремень безопасности в разъем, то контакты этого разъема размыкаются, минусовой сигнал пропадает. Здесь минуса нет, остается только плюс, контакты реле К1 замыкаются. Подают на обмотку реле К2 плюсовой сигнал, реле срабатывает, его контакты К2-1 замыкаются и удерживают этот сигнал на обмотке К2. Контакты реле К2-2 замыкаются и двигатель разблокируется, то есть можно его заводить. В дальнейшем, если вы вдруг отстегнулись, пристегнулись, то есть вот эти контакты уже в процессе езды не участвуют до того момента, пока вы снова не выключите зажигание. Если вы выключили зажигание, тогда чтобы вам завести автомобиль, нужно в разъемом реле безопасности вставить заглушку, либо пристегнуть ремень, чтобы эти контакты разомкнулись. И тогда можно будет опять повторно завести автомобиль. Вот такая схема сегодня у меня получилась. Предлагаю теперь продемонстрировать принцип работы и как оно все осуществляется. Для этого переходим в автомобиль. Вставляем включ в замок зажигания. Ремень у меня сейчас пристегнутый. Включаю зажигание и завожу автомобиль. Автомобиль завелся, ремень пристегнут, лампочка индикации на приборной панели не светится, то есть ремень потушенный. Двитель сейчас работанный, я могу отстегнуться. Лампочка заморгала, но двигатель продолжает работать. Если я не буду глушить его сейчас, а буду опять пристегнуть, то лампочка опять потухла, но двигатель работает. Ремень пристегнут. Я заглушил автомобиль, отстегнулся. Ремень вот, отстегнут. Теперь пробую завести автомобиль. Лампочка светится и моргает, двигатель при этом не заводится. Еще раз. Чтобы завести автомобиль, мне необходимо пристегнуться. Как видим, секретная кнопка у нас работоспособная. Можно собирать автомобиль. Итак, секретная кнопка у нас установлена. Ранее я снимал видео по установке противогонки на автомобиль. Там был показан другой вариант установки. Кому интересно, можете посмотреть. Еще вариантов довольно таки много, поэтому будет у меня возможность, я буду снимать следующие варианты по установке секретной кнопки. На сегодня все. Всем пока, до новых встреч. С вами был Сергей Зайцев.